Оральные антикоагулянты Оральные антикоагулянты. Сколько исследований посвящено им, сколько жарких дискуссий развертывается в кулуарах конгрессов и на просторах интернета, конечно. Взять хотя бы тему кратности приема. Вот недавно известный профессор кардиологии отметил, поскольку прямых сравнительных исследований по эффективности и безопасности пероральных антикоагулянтов для двукратного и однократного приема нет, то и разница основана на их косвенном сравнении. И я задумался, так ли это. Изучил данные доказательной медицины и спешу поделиться с вами информацией. Возьмем, к примеру, рандомизированное двухступенчатое исследование 2017 года, где сравнивались фармакодинамические параметры ревороксабана 20 мг 1 раз в день и апексабана 5 мг, но 2 раза в день. Внимание! Оказалось, что в сравнении с двукратным приемом апексабана, однократный прием ревороксабана был связан с более значительным подавлением образования тромбина и увеличением протромбинового времени и АЧТВ. И это, коллеги, свидетельствуют о более устойчивой антикоагуляции при однократном приеме ревороксабана в сравнении с двукратным приемом апексабана. Как мы знаем, приверженность терапии – основа успеха. И тут препараты с однократным дозированием выигрывают, друзья. Наглядной иллюстрацией служат результаты метаанализа 29 исследований сердечно-сосудистых препаратов. И показано, что приверженность лечению при приеме 1 раз в день была статистически значима выше, чем при двукратном приеме в отношении числа принятых доз, режима, времени приема препарата и т.д. А как обстоят дела с безопасностью антикоагулянтов при различном режиме приема? Известно, что частота кровотечения в наибольшей степени зависит от остаточной концентрации антикоагулянтов в плазме. И при двукратном режиме приема остаточная концентрация всегда будет выше. Это подтверждено в исследовании с Эдексабаном, где двукратный прием этого препарата был связан с повышением риска рковотечений в сравнении с однократным приемом. В памяти сразу всплывают исследования, такие как Рокет Атриал Ферилейшн, Ксантус, ПМСС, где доказан благоприятный профиль безопасности ревороксабана с однократным режимом приема. Итак, все подробности на эту тему на сайте интернис.ру. Ссылка в описании. Будьте здоровы!